Снимать колпачки лучше всего пассатижами. Сняли колесо, колодки уже начали свистеть. Наша задача открутить направляющую в верхнюю и нижнюю головкой на 14. По ходу пьесы осматриваем шланги, нет ли трещин, потеков, тормозной шидкости. Заодно смотрим и другие узлы. И закручиваем направляющую. Откоптили чуть-чуть. Болтики еще в смазке. Так как не так давно колодки, собственно говоря, менялись. Но быстро стерлись. Теперь наша задача поднять суппорт, вытащить его. Ну-ка, положим его вот так пока. Так, далее смотрим, колодки наши. Наши колодки стерлись на хнаре. Вытаскиваем их. Снять колодки нужно плоско-отверткой. Внешне. Внутренне. Обратите внимание. Писку нет лома. Еще немножко и диск пришлось бы менять. Ну, хотя их и так придется уже менять. Они почти свое износили. Продолжим. Следующим пунктом нам нужно снять направляющие. И мы их поменяем на новенькие. Так, снимаем вот эти скобы. Верхнюю и нижнюю. Они одинаковые. Так что, какая была вверху, какая внизу, разницы нет. Кстати, колодки были АТЕ. Ужасные колодки. Скрипели до самого... Вот до этого момента. Не советую АТЕ ставить. Новые ставим ТРУЭ. Для зафироводов будет полезно узнать, что назад я тоже поставил ТРУЭшные колодки. И при движении задним ходом никакого скрипа нет. Ихние паспорта и данные направляющие. С резиновой манжетой верхняя, по-моему верхняя. Нижняя без. В комплекте этих направляющих находится смазка. Этой смазки будет достаточно для того, чтобы поставить и передние, и задние. В задних направляющих смазки нету. Колодка. Все железки на месте. Да, колодки задней ТРУЭ. У них проблема в том, что у них скобы, задние скобы, очень узкие для колодки. Поэтому скобы придется ставить назад. Родные. Новые не подходят. Все. Снимаем направляющие. Продолжаем. Отстегиваем вот так резиночку. Сверху. И таскиваем. Вверху у нас направляющая без манжеты резиновой. Внизу. С манжетой. Вот она. Сейчас мы все это дело прочистим хорошенечко все втулку саму. Потом смажем новые направляющие и поставим их на место. По ходу пьесы замеряем рабочую толщину диска. Видим 28,3 где-то. Минимальный предел 27 миллиметров. Сам диск новый 3. Утираем втулки от старой смазки. Для этого я использую кусок карандаша. Пьеса. совет. Не применяйте не предназначенную для резиновых изделий смазку. иначе вот эта манжета раздуется и не будет работать как положено. и эта направляющая втулка будет зажата у вас в этой гильте. По ходу не забываем осматривать пыльники на наличие повреждений. И как все почистить начинаем обратную сборку. Для сравнения покажу. Новые и старые направляющие. Видите как потертые. Поэтому направляющие стоят недорого. При замене колодок желательно менять их. Иначе в итоге потом вот эти втулки тоже будут. Тоже они стираются по ходу эксплуатации. А это грозит заменой. Вот этой детали. Все, сейчас смажем. Вот он. Заводская смазка. Намазываем, ставим их на место. По поводу количества смазки. Покрываете тонким слоем направляющую. Ставите ее туда во втулку. Потом вытаскиваете еще раз. Вот так немного. Равномерно потом размазываете. И все. И ставите на место. Я лично делаю так. Этого вполне достаточно. Немаловажным моментом будет смазать поршень. Резиночка. Ну легко. Вот так просто. Раз в сторону. Потом можно поддеть плоской отверткой. И промазать туда. Добавить смазки. Я ее не так давно смазывал. Но добавлю еще чуть-чуть. Немножечко. На всякий случай. Да. Делайте пока не осадили поршень назад. Пока он выдвинут. Далее. Убеждаемся, что резинки стали на свое место. Пазы направляющих. Убираем лишнюю смазку. Где попало что. Учищаем все. Вытираем. И ставим колодки. Обращаю ваше внимание, что вот эти прокладки имеют обозначение. Правое и левое. Этим без разницы. Правое, левое, вверх, вниз. Колодки. Значит, колодка с индикатором должна ставиться индикатором вверх, изнутри. Вот таким образом. Соответственно, две другие колодки без индикатора. ставятся обычным образом снаружи. Так. Начинаем процесс подготовки и установки. Ставим вот эти скобы. Внизу и вверху. До полного. Чтобы они не двигались и не дергались. и заставим вверх. Так. Смотрим, чтобы они встали до конца. Потом нам не мучиться. на внутреннюю колодку. Это у нас правое колесо. Сначала оставляйте верхнюю часть. Потом подтягиваю колодку вверх. Ставите нижнюю на место. не всегда. Это получается быстро. вверх. Так. 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 Ну получается. вверх. И ставим прокладку с внутренней стороны. Право. Теперь переходим к внутренней, к наружной колодке. В них нет абсолютно никакого различия. Какая будет стоять с правой стороны. Какая будет стоять на левом колесе. Берем любую из них. И устанавливаем. Неудобно одной рукой. Все. Колодки стоят на месте. Ровненько. Можно в принципе вот так уже в последний момент ее поставить. И теперь нам осталось что сделать. вдавить поршень. И поставить его на место. Далее заводим двигатель. И обгинаем через проставку. Вводим поршень назад. До самого-самого. Аккуратно при отводе. Смотрите. Чтобы не повредить резиновый пыльник. Теперь. одеваем все назад на колодке. Так. Одели все на место. Наживили болтик на первую направляющую. И теперь надеваем на вторую направляющую. одеваем колесо. Все. По домам. но перед этим поменяем на втором на левой стороне заведем двигатель прокачаем педалью тормоза несколько раз тормозную систему и в путь всем привет да забыл сказать понадобится ключик на 17 чтобы удерживать направляющую при откручивании закручивания болта все болты закрутили убежимся что все работает итак подведем итог замена колода с учетом снятия установки назад колеса на одной стороне занимает порядка 20 минут это со смазкой направляющих заменой со всеми со всеми делами то есть поменять обе стороны ну час где-то так ну вот в таких условиях приходится работать сами понимаете всем салют